Всех приветствую, друзья. Сегодня у нас проект выходного дня и мы займемся изготовлением футляра для шариковой ручки. Думаю, каждый сталкивался с проблемой выбора подарка ко дню рождения, например, или к какому-то празднику. Саму ручку можно, конечно, купить и фирменную, но футляр для нее найти всегда проблемы. И вот сегодня мы как раз этим и займемся. Проект очень простой и для его реализации нам потребуется минимум инструментов и минимум материалов. Можно ограничиться ручным рубанком, электролобзиком и фрезером, установленным в стол. Также потребуются фрезы, фрез тоже нужен минимум. Нам понадобится какая-либо радиусная фреза и вот такая галтельная. Можно взять подлиннее прямую пазу с искорбленным концом. Материал вы можете выбрать на свое усмотрение любой. Я буду использовать сапели. Нам понадобится брусок размером приблизительно 30 на 35 миллиметров. Его сечение может немножко отличаться в зависимости от того, какой тип фрезы вы будете использовать. Из сапели я сделаю верх футляра, а низ может быть абсолютно любым. Для этого можете взять любую породу дерева на ваше усмотрение. Нам понадобится тонкая ламель шириной около 30 миллиметров. Футляр будет довольно длинным. Его длина будет составлять около 25 сантиметров. Но можно сделать и короче, просто изменить наружную форму. В процессе работы я буду пользоваться, например, японской пилой, но это не означает, что вам нужна именно японская пила. То же самое можно сделать и электролобзиком. Мы будем работать фрезером по шаблону и поэтому нам понадобится любой обрезок фанеры в соответствующей длине, около 25 сантиметров. Для обработки на фрезерном столе заготовка должна быть довольно крупной. И для того, чтобы не портить хороший материал, я буду дополнять ширину бруска каким-нибудь бросовым материалом, например сосной. На прошлогоднем фестивале столярного дела Михаил Макареевич подарил мне вот такой замечательный карандаш вручной работы. Он сделан из ценных пород дерева и для него как раз мне и хотелось бы сделать футляр. Максимальный диаметр 15 миллиметров. И для того, чтобы карандаш поместился, я возьму фрезу диаметром 19 миллиметров. Между делом, у меня в мастер-классах часто мелькает вот этот штангенциркуль и многие спрашивают, что это такое. Это стеклопластиковый штангенциркуль фирма Виха. Это один из ведущих немецких производителей профинструмента. Он очень удобен тем, что у него стрелочный индикатор. Хорошо различимые цифры, поэтому я им очень часто пользуюсь. И кроме того, в видео это очень наглядно. Приступаем к работе. Начнем с того, что отпилим брусок нужного сечения, но сначала нужно вывести базовые плоскости. Сделаю я это при помощи ручного рубанка. По ширине можно отпилить, например, ленточной пилой, электролобзиком. Я воспользуюсь японской пилой. Это очень хорошая пила фирма Силки. Это я привез с фестиваля Столярного дела. Основной брусок готов. И теперь я увеличу ширину за счет соснового бруска. Пока склеиваются заготовки, займемся изготовлением шаблона. Отмечаю ширину детали. И также отмечаю длину. Например, 26 см. Теперь от этих точек к наружной поверхности мне надо будет сделать выпуклые части. И делать я их буду несимметричными. Левую часть я немножко сделаю более пологой. Правую более крутой. Это будет верх шаблона, и деталь будет крепиться снизу. И именно левую часть шаблона я делаю более пологой. Здесь будет происходить фрезерование против волокон. И вероятность сколоть материал по пологой траектории намного меньше. Контуры шаблона обязательно плавно вывести за пределы обрабатываемой детали. Обвожу контур шаблона на детали и буду убирать излишки. Спиливать буду лобзиком с очень-очень маленьким запасом. Главное, чтобы сильно не отдаляться от линии. Обгонной фрезой я пользоваться не буду. Найдем центр шаблона и центр деталей, для того, чтобы было проще ориентироваться при перевороте. Совмещаю по задней стороне и в произвольном месте ставлю риску. Переворачиваю шаблон. И также ориентирую по краям склейки. Риски у нас разбежались и визуально ставим отметку по центру. Переворачиваем еще раз. Снова совмещаем. И вот у нас риска совпала. Вот на эту риску и будем ориентироваться, когда будем крепить шаблон к детали. Прикручиваю на два самореза. Все готово. Можно фрезеровать. Сильно не ругайтесь, мне придется нарушать ТБ. Но это только ради того, чтобы показать вам, как происходит процесс. Сначала прохожу на малом заглублении. Буду заходить вот здесь в начале детали. Прикрутил еще небольшой кусок, для того, чтобы фреза не зацепила этот край и заготовку не выбила. Увеличиваю вылет фрезы. И добавлю еще немножечко. Здесь у меня появится ярко выраженная ступенька и общая толщина детали уменьшится. Теперь перевернем деталь. Теперь давайте посмотрим, что получается. Подшипник у нас, если помните, шел ниже шаблона и поэтому здесь опоры у нас не будет. Для того, чтобы сделать дополнительную опору, я фигурно выпилю полоску фанеры. Вот такую, таким же зигзагом приклею с нижней стороны. Но это будет очень узенький бортик. Только для того, чтобы на него опирался подшипник. Я совсем забыл сказать. Работать по шаблону не обязательно. Если верх вам нужен полукруглый, то достаточно такой фрезой, только меньшего диаметра, пройти с одной стороны и с другой. И у вас получится именно полукруглый гладкий верх. Я буду делать более сложно, но более интересно, как мне кажется. И второй момент. Верхний шаблон тоже не обязательно делать именно вот такой формы, потому что все равно у нас подшипник не достает. Я его сделал такой формы только для того, чтобы мне можно было ориентироваться и видеть, что происходит внизу. Здесь заход сделаю совсем узкий и буду пилить под наклоном, чтобы основание, которое будет приклеиваться, было шире. Все готово. Прикручиваем шаблон на деталь на другую сторону. А вот теперь я буду фрезеровать за один проход. По желанию вот эти маленькие бортики можно оставить слегка закруглить, а можно совсем их убрать, просто сострогать. Но сейчас я этого делать не буду. Сейчас отпиливаем деталь от соснового основания. Выступающие части я, конечно же, буду убирать, но сделаю это только после того, как выберу здесь паз вот этой вот фрезой. Меняю фрезу, ставлю ее в центр относительно параллельного упора на половину толщины и на обрезке делаю контрольный проход. Вот 6,3, тоже 6,3. 143, ну и сделаем, наверное, 144. Размечаем края пазы. Я поставил два упора для того, чтобы ограничить длину паза. Начинать будем с ближнего упора. Фреза начнет от этой точки. И двигаем от себя. Фреза заканчивает вот в этой точке. Строго обязательно двигать деталь от себя. В этом случае фреза будет придавливать деталь к параллельному упору. Если двигать на себя, то фреза может отбросить деталь и выйти за пределы детали, то есть перерезать боковину. Увеличиваем вылет фрезы. Все готово. Можно шлифовать нотную часть и нужно убрать обязательно прижоги. К сожалению, дешевые фрезы вот так работают. Берем металлический стержень и на него накручиваем наждачную бумагу. Вот теперь все чистенько. При помощи планки закрепляю деталь на краю верстака. Здесь подкладка. И вот здесь вот видите V-образный вырез. Прокладываю через бумажку, чтобы не помять деталь. Основание я сделаю из обена. Отпилю ламель толщиной около 5 миллиметров. Для того, чтобы крышечка не ползала и фиксировалась, я сделаю овальную вставку точно по форме выемки. И буду использовать для этого отпиленную ламель сапели. Продолжение следует... Эбин материал дорогой, очень плотный, поэтому отпилю его на ленточной пиле. Сейчас соединение получается слишком плотное. Я немножко прошлифую внутреннюю часть, для того, чтобы футляр закрывался и открывался легче. Можно поставить сюда неодимовые магниты, но я не хочу. Они будут портить вид. Внутренняя вставка уменьшает общую глубину паза, и поэтому ручка сейчас сюда не поместится. Этой же полукруглой фрезой я сейчас сделаю здесь выемку. И эта выемка будет чуть-чуть глубже, чем толщина накладки. То есть у нас должно показаться и беновое основание. В этом нет ничего страшного. Сюда я буду наклеивать фетр. Получилась вот такая выемка. И торцы паза я немножко скруглю, для того, чтобы они были более пологими. Продолжение следует... Раньше этот инструмент я вам никогда не показывал. Это японский напильник Тивасаки. Он специально нужен для дерева. Финишную шлифовку я делаю шлифматом зерном 800 единиц. При шлифовке пород различного цвета, желательно шлифовать направление от светлого к темному. Иначе мы натянем грязь на светлую породу. И вот мы дошли до самой вкусной и зрелищной части работы. Это покрытие маслом. Масло можно использовать абсолютно любое. У меня есть плейлист, называется декоративная отделка поверхности. И там рассказано о различных типах масел. Остается последний штрих. Внутри вклеим фетр. Вырезать буду с некоторым запасом. Он немножко грубоват. Пройду его щеточкой, он размягчится и хорошо обляжет. Вот работа и закончена. И в принципе у нас получился довольно-таки неплохой и очень простой футляр для ручки. Который может быть прекрасным дополнением к подарку. Напишите, что вы думаете об этой работе в обсуждении к видео. Если у вас остаются вопросы, вы можете их задать в обсуждении к видео, либо написать мне в соцсетях. И на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео по электронной почте. Также не забывайте ставить оценки и делиться этим видео в соцсетях. На этом все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok